Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. Виктор Львович Корчной, пример поразительного шахматного долголетия. Корчной настолько долго играл в шахматы, что уже в конце своей блистательной шахматной карьеры играл фактически против своих шахматных внуков. Сегодня мы с вами рассмотрим партию, в которой состоялось противостояние поколений. Корчной, которому было 63 года, противостоял молодому украинскому гроссмейстеру Василию Иванчуку. Дело было в 1994 году, это были быстрые шахматы, те знаменитые турниры, которые устраивала компания Intel. И Иванчук играл белыми, Корчной черными и Е4. Далее Е5, К3, К6, слон Б5, испанская партия и Корчной играет А6. Слон отходит на А4, К6 рокировка и вот здесь Виктор Львович решил применить свой излюбленный открытый вариант испанской партии. Не однажды выручал его этот вариант в этом очень известном дебюте и против Карпова, так Корчной играл неоднократно, ну и против других современных и не очень шахматистов. Д4 сыграли здесь белые, ну и здесь известно, что бить на Д4 опасно, потому что по линии Е идет связка, поэтому черные пользуются возможностью прогнать слона. Слон Б3 и подкрепляют коня ходом Д5, ну при этом пешка Д не может двинуться вперед. Белые бьют ДЕ, нападая на пешку Д5 ферзем и слоном и защита слон Е6. Очень известная позиция Таби открытого варианта испанской партии Карпов против Корчного в их матчах в Багео в 1978 и в Миране в 1981 годах. Играл здесь исключительно конь БД2, ну и там с помощью своего секунданта Игоря Зайцева сокрушал частенько редуты великого Корчного. Ну здесь С3 сыграли белые, идея понятна, белые устанавливают контроль над пунктом Д4 и также ограничивают коня С6. Вот сейчас конечно черная лошадь встать на поле Б4 и Д4 не сможет. Далее следует ход слон Е7, конь БД2, рокировка и слон С2. В этой позиции конь на Е4 это с одной стороны гордость, а с другой головная боль черных, потому что этот конь на Е4 очень часто либо требует защиты путем слона Ф5 или Ф5, либо его просто отсюда нужно убирать на С5, либо просто разменивать на коня Д2. Вот здесь Корчной просто держит пока что этого коня, играет слон Ф5 и вот здесь как раз тот момент, когда можно сыграть конь Д4. Нападение на слона Ф5, ну и конечно на коня С6 не дает черным побить пешку на Е5, поэтому меняться здесь нужно. И после взятия изменилась пешечная структура. Линия С стала полуоткрытой и пешка на С7 вскоре станет слабостью. Пешка на Е5 теперь обрела полную уверенность при поддержке своей соседки по вертикали Д. Ну а черным ничего не остается, как контратаковать центр белых ходом Ф6. Далее Иванчук разменивается на Е4. Взяли, забрали и далее следует ход ферзь Б3. Шах. Вот такой кинжальный удар с фланга, с одного фланга на другой смотрит ферзь белых. Ну а черный король играет король Аш8. Дальше слон Е3 и С6. Играют здесь черные. И далее следует ход ферзь Е6. Здесь у белых уже серьезное преимущество. Пешка С то ли на С7, то ли на С6 все же является отсталой. И она сейчас объект пристального внимания. Сначала ферзя белых, а после хода ферзь Е8 ферзевой ладьи белых. Ну и что делать? Если сыграть ладья С8, то белые играют Д5 и фактически партию выигрывают. Здесь после взятия на Д5 следует размен на С8 и взятие на Е7. Ну а если в этой позиции черные побьют на Е5, то белые проталкивают своего пехотинца вперед. Здесь уже где-то даже идея Д7 есть. Правда после отхода слона размен ферзей. Ну ладьей с С8 надо бить, иначе Д7 просто с выигрышем ладьи. Ну а дальше ладья бьет С6. Позиция черных тоже безрадостна, потому что ладья белых здесь мега активна. Пешка очень сильна. Ну а вот эти пешки по вертикали Е представляют собой жалкое зрелище. Ф5 здесь сыграл корчной. Далее ладья бьет С6 и стратегически партия решена. У белых пара очень сильных связанных проходных по центру, и черным нужно искать спасение в тактике. Какая-то лишь конкретика и помощь в кавычках, помощь молодого украинского гроссмейстера здесь может выручить смаститого ветерана. Он играет Ф4, слон отходит дальше и ладья Д8. Напали на пешку, она движется вперед, слон Ж5 и точный ход слон Б4. Нападая на ладью, ну а дальше после размена ферзей следует ход слон Д6. Очень мощная такая группировка в центре. Пешка защищает слона, слон отвечает взаимностью. Далее следует ход Аш5 и в этой позиции Е6. И ладья тут тоже помогла, слона защищает. В общем, черные здесь керпят крушение, но корчной не был бы корчным, если бы он здесь не поставил еще пару очень интересных ловушек. Здесь Виктор Львович играет Е3. Можно было, конечно, побить на Е3. Это было более стабильное продолжение. Но Иванчук играет король Ф1. И после ладья Ц8, ладья ДЦ1 следует Е2. Очень хитрый шаг. Ну, конечно, эта ловушка очень наивная, потому что на взятие на Е2 следует Ф3. Нападение на короля и вскрытое нападение на ладью. Уже у черных здесь инициатива. Но Иванчук холодно отвечает король Е1. И после хода Ф3 следует ладья бьет Ц8. Коварный Хорщной здесь сыграл ФЖ. И вот действительно сейчас разбегаются глаза у белых, потому что угрожает Ж1 ферзь шаг. Под боем ладья на Ц1. Под ударом ладья на Ц8. Но вроде как можно забрать на Е8. Иванчук не забрал ладью, но при этом пошел король Е2, точно посчитав дальнейший вариант, который случился в партии. Хотя справедливости ради нужно сказать, что ладья бьет Е8. Это ход возможный. Далее король Х7. Король бьет Е2. Слон бьет Ц1. Но здесь лишняя ладья у белых. Но все-таки окажется, что черные просто быстрее поставят ферзя и могут даже выиграть. Но нет. Белая проходная тоже очень сильна. Ж1 ферзь. Дальше слон Ж3. Ну и в этой позиции мы видим, что черный ферзь, хоть он и на доске появился раньше белого, на самом деле очень ограничен в своих возможностях. Ферзь Ж2. Жертвуем ладью и ставим ферзя с шахом. Ну и дальше вот такой вот вариант. Ну и проводим пешку Д дальше. Шаха нет у черных на Е4. Ну и белые здесь побеждают. Но Иванчук пошел по другому пути. Забрал сразу на Е2. Ладья Ц8. Ладья Ц8. Король Х7. Е7. В этой позиции, конечно, можно было забрать на Е7. Но в этом случае белые, конечно, не брали слона, а играли ладья Ц1. Поле теперь доступно для ладьи. На взятие король Ф3. И здесь у белых все срастается. Вот эта пешка на Ж2 уничтожается и белые побеждают. Ну, конечно, он сыграл по-другому. Поставил ферзя. Е8 ферзь. В этой позиции очередь хода за черными. Но у них все-таки не хватает ладьи. И их король находится под атакой. Ну и черные дали шах на Ж4. Король Ф1. Ферзь Д1. Минимальная точность здесь необходима от белых. Дальше. Ферзь Б1. Шах. Ну, понятно, на Х6 нельзя. Потому что ладья Х8 мат. Поэтому Ж6. Ладья Ц7. Король Х8. И после хода Ферзь бьет Ж6. Корчной признал свое поражение. Конечно, очень не любил Виктор Львович сдаваться. Довольно часто после этого на соперника великого ветерана обрушивались нелицеприятные выражения. Ну, такого уж был Корчной. Не знаю, как было здесь. Сдался ли Корчной тихо. Либо что-то сказал о Биванчуке. Но так или иначе здесь черные ничего не могут извлечь из данной позиции. Потому что шах на Х1 парируется ходом Король Е2. Здесь вообще нет никаких шахов. Ну, а если сыграть Ферзь Д1, то черные здесь проживают чуточку дольше. Ферзь Д5, Ф3, Ферзь Д2 и Король Х3. И Король белых прячется. Ну, а черный король здесь, конечно, открыт полностью. Вот такая довольно интересная партия двух шахматистов, представляющих различные шахматные поколения, но при этом, конечно, оставивших очень и очень яркий след в шахматной истории. Надеюсь, что данный разбор вам понравился. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. У нас уже 25 тысяч. Ну, вот я когда записываю это видео, то 24 тысячи 900, практически 50. Ну, а надеюсь, что вот сейчас в конце апреля, последний день апреля, окажется победным в этом плане. Спасибо большое за вашу поддержку. Мы будем дальше двигаться в направлении к 100 тысячам. Еще раз спасибо за ваше внимание. До свидания.